МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целую неделю пользователи сети, эксперты и политики спорили, зачем же основатель и владелец мессенджера Телеграм Павел Дуров прилетел во Францию, где его тут же арестовали в аэропорту Ля-Бурже. Если он прекрасно знал, что на него заведено уголовное дело. Предметом споров стали и сами претензии французских властей. Виноват или не виноват Дуров в том, что через Телеграм продают наркотики и распространяют порнографию. Надо или не надо было сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Или все же продался Дуров Путину, с которым в одно и то же время, между прочим, был в Азербайджане и, вероятно, мог вести с российским президентом какие-то переговоры. Новость об аресте владельца популярного мессенджера тут же подхватили кремлевские СМИ. Российское посольство во Франции потребовало у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания Павла Дурова. Париж от взаимодействия пока уклоняется. Однако уже вечером, 28 августа, Дурова освободили подсудебный надзор и обязали внести залог в размере 5 миллионов евро. Дуров теперь должен дважды в неделю появляться в полиции. Кроме того, ему запретили покидать территорию Франции. Французская «Либерасьон» пишет, что на допросе в Париже Дуров заявил, что общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции. По информации издания, Дуров якобы рассказал, что открыл, цитирую, официальный канал связи с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом. Речь якобы идет в частности о некой горячей линии и специальном адресе электронной почты. Обмен информации по этому каналу связи позволил предотвратить несколько терактов, говорится в публикации. Якобы французские разведчики даже приезжали к Дурову на разговор в Дубае, где тот живет. Правда, никто не говорит, когда, где именно это было. Также не сообщается, сколько, по версии Дурова, было таких встреч. Говорят, что Дуров при этом выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами и передал им свой телефон с кодом доступа к нему. Американская Financial Times сообщает, что параллельно ведутся и другие расследования в отношении Телеграм. Например, власти Евросоюза подозревают, что Телеграм мог намеренно занижать число пользователей в ЕС, чтобы обойти обязательные для крупных платформ нормы. Сразу после того, как шасси его частного джета коснулись взлетно-посадочной полосы Ля Бурже, полицейские уже были на готове. Поговаривают, что Дуров им тут же сообщил, что планируют ужин с Макроном. Потому, собственно, и прилетел. Макрон же заявил, что не был осведомлен о приезде основателя Телеграм Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться. О задержании господина Дурова скажу максимально ясно, потому что я видел много дезинформации. Франция – это страна, которая защищает свободу слова. И Франция – это страна, которая защищает и любит инновации предпринимателей. Но это страна с разделением властей, и у нее есть свои правила. У нас верховенство закона и независимость судей. И это хорошо. Что касается меня, я вообще не знал о прибытии господина Дурова во Францию. Правда, в итоге выяснилось, что первоисточником новости о запланированном ужине была французская сатирическая газета Le Canard Anchen. Да и сама новость на ее сайте позже была отредактирована. При этом Wall Street Journal сообщила, что несколько лет назад Дуров все же обедал с Макроном. И во время трапезы тот ему даже предлагал перенести, чтобы портировать телеграмм из Эмиратов во Францию. Дуров якобы отказался по каким-то своим собственным соображениям. При этом источник агентства Reuters в парижской прокуратуре уверяет, что ни Макрон, ни МИД Франции не были заранее предупреждены о планируемом задержании основательной телеграмм. И якобы сам Дуров тоже был не в курсе о выданном ордере на его арест. Добавил собеседник. Российское посольство в Париже тут же затребовало объяснений. Ну, а новости, что называется, с пылу с жару, моментально начала комментировать официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Запад, видимо, не увидел главного, что конкретные действия Парижа по задержанию, а теперь я не видела этой информации, видимо, она только что пришла. Вы говорите, информация об аресте была. А теперь и о аресте, основатель телеграмма Павла Дурова, вызвала шок во всем мире. Эта история не только про реакцию России. Мы отреагировали так, как и обязаны были отреагировать российские дипломаты в данном случае, когда речь шла о задержании российского гражданина. С Захаровой это все понятно. Это, кстати, не самый яркий комментарий. Она явно способна на большее. А вот ее шеф Сергей Лавров высказался поинтереснее. Понапринимали законов, каких-то специальных инструкций, в том числе инструкции, которые сейчас вменяют, нарушению которой вменяют Павлу Дурову, хотя какая-то бельгийская компания, которая регулирует применение этого закона Евросоюза, открещивается от того, что она на кого-то жаловалась. Там очень много несуразного. Поэтому реакция Франции на свободу слова, она нам давно известна. Отношений, как я уже сказал, хуже некуда и не по нашей вине. Понапринимали, понимаешь. Что ли дело в России? Страна со свободным интернетом, независимыми СМИ. Ну и далее по списку. Как будто нет законов о дискредитации, о клевете, о госизмене и как будто блогеров теперь не будут заносить в специальные списки, честное слово. Да и будто Телеграм в России не хотели никогда закрывать. Напомню, что три года назад Телеграм заблокировал боты умного голосования команды Навального. Тогда перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать умное голосование в России и потребовал от корпораций Apple, Google, CloudFare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил Яндексу и Google тогда показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче результатов поиска. Ну а Дуров тогда сказал, что, мол, команда Телеграм заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради, цитирую, соблюдения дней тишины во время выборов. Дуров так отстаивает независимость своей платформы, что в какой-то момент может даже гордость взять. Но мне почему-то вспоминается вот этот фрагмент эфира на пропагандистском ТВ. Хочу сказать всем тем, кто хочет заблокировать Телеграм, буквально вчера мы наводили искандеры по Телеграму, артиллерия наша наводится по Телеграму, авиация наша наводится по Телеграму. Нравится кому-то это или не нравится, это реальность. Мы воюем в интернете, у нас, извините, трансляции из дронов идут через Дискорд, у нас наведение идет через Телеграм, у нас работа с нашими источниками информация идет через Телеграм. В Украине по этой, да и по многим другим причинам давненько ходят разговоры, что Телеграм нужно отправить вслед за одноклассниками и ВКонтакте. Последние, кстати, тоже детище Дурова. Но Зеленский уверяет, что пока причин блокировать Дуровский мессенджер, законных, по крайней мере, нет. Я не знаю подробностей этого дела, честно говоря. Я думаю, что никто не знает всех подробностей этого дела. Может быть, вы, журналисты, знаете больше. На сегодняшний день этот арест не влияет на работу Телеграм в Украине. При этом в Иране, между прочим, Телеграм уже 6 лет как заблокирован. Тем не менее, во время встречи с новым кабинетом министров, верховный лидер Ирана Аятала Саид Али Хамени, который, между прочим, всем в стране и рулит, тоже поспешил высказаться в защиту Дурова. Вот, смотрите сами. Вы видели, что Франция арестовала этого бедного молодого человека. Да, они такие строгие, когда дело касается интернета. Они берут его, сажают в тюрьму и угрожают ему 20-летним тюремным сроком. Это потому, что Павел Дуров нарушил их нормы касательно работы интернет. Нарушение норм неприемлемо. Вы управляете страной, и у вас есть ответственность и миссия. Вы можете позволить кому угодно нарушать ваше управление. Короче, суммируя это все, скажу лишь одно. Кто был врагом, тот другом стал. Массовая биполярка явно продолжается. И тут бы поставить точку в программе, но закончу я вот чем. Путин в Монголию собирается. Все бы ничего, пускай бы бороздил пустынные степи. Но вот незадача. Монголия подписант Римского статута, а значит обязана арестовать российского президента в соответствии с ордером Международного уголовного суда. В Кремле уже заявили, что ничего не боятся. Но Мус напомнил Улан-Батору про взятые на себя обязательства и в случае неповиновения ордеру обещает применить меры, которые сам посчитает нужным. Напомню вам только, что в Южную Африку тоже Путин не боялся ехать на саммит Брикс. Но в итоге поездочку таки отменил. Так что как оно там будет, вы уж смотрите сами.